МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброе утро! Это день, как и эту неделю. Вместе с вами начинаю я, Антон Скаль. Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24. Сразу к выпуску. Жители Алтайского края могут проконсультироваться со специалистами по вопросам профилактики туберкулеза. Горячая линия, посвященная этой теме, работает в Управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства расскажут о последствиях заражения туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики этой инфекции, а также о том, почему необходимо своевременно проходить профилактические осмотры. Звонки принимаются до 29 марта по телефону в Барнауле. 66-54-35 и 66-54-27. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов в пятницу, с 9 часов до 12 часов 45 минут. Перерыв на обед с 12 часов 45 минут до 13 часов 15 минут. Ужители Алтайского края стали чаще обнаруживать онкологические заболевания, но и результативность лечения заметно повысилась. Ремиссий стало гораздо больше. Об этом сегодня говорят врачи-онкологи со всего региона. Они приехали в Барнаул на итоговую конференцию. Как планируют улучшать, продлевать жизнь онкобольным, расскажет Полина Жданова. Ольга Чеботарева сама поставила себе онкологию. Начались боли, и она обратилась в больницу. Четвертая стадия. Сейчас женщина прошла уже две химиотерапии. Говорит, самочувствие улучшилось. В родном Алейске ее ждет семья. Двое детей, младшей дочери 7 лет. Ольга говорит, почти никогда не болела, поэтому удивилась недугу. Сдаваться не в ее правилах. Тем более, говорит, женщина в палате. Среди таких женкобольных царит позитив, надежда и вера в лучшее. Это дает колоссальную поддержку. По заболеваемости рака Малтайский край превышает общие показатели по стране. Около 530 заболевших на 100 тысяч человек. Ежегодно выявляется примерно 12 тысяч диагнозов. Врачи говорят, хорошо, что большинство из них первая или вторая стадия. Вылечить можно быстро, и человек придет к стойкой ремиссии. Кстати, наряду с высоким количеством онкобольных растет излечимость и выживаемость. На учете в Край состоит 70 тысяч, более 70 тысяч больных. Из них больше 54%, это 35 тысяч, состоят на учете 5 лет и более. Это говорит о том, что онкологи, радиологи, химиотерапевты лечат этих больных, и они живут. Эффективность лечения онкологии в Край возросла с увеличением разнообразия методов. Новые техники операции, оборудование, например, фотодинамическая терапия. Особое внимание стали уделять закупке лекарств. Химиотерапия в таблетках, например, лечит меланому, рак кожи и рак легких. Значит, и другие опухоли также можно ими лечить, и таблетки организм переносит легче. А еще в Алтайском Крае скоро откроется 4 новых онкоцентра. Что будет производиться в этих центрах? У нас существует незакрытая территория онкологической помощи. Помощь сейчас онкологическим пациентам оказывается нет опорной базы, я бы так это назвал. Это расстояние между Рубцовском и, соответственно, Барнаулом, Аллейск открывается. Это незакрытая территория на северо-востоке края, это, соответственно, Заринск. Незакрытая территория большая на севере, это Камень. И, соответственно, северо-запад края, это Славгород. Центры разместят в небольших городах региона. Туда смогут приезжать на диагностику и дообследование жители близлежащих районов. Это увеличит количество раннего выявления онкологии и, соответственно, повысит шансы людей на ремиссию. Полина Жданова, Сергей Балуев, Новости. В Барнауле сотрудники транспортной полиции пресекли канал сбыта синтетических наркотиков. Ранее судимого мужчину задержали, когда тот делал так называемые закладки на территории железнодорожного района краевой столицы. Оперативники изъяли у подозреваева 30 граммов неизвестного розового порошка. Эксперты установили, это синтетический наркотик. Вещество было распасовано на свертке по одному грамму каждый. Транспортные полицейские выяснили, мужчина проживал в Славгородском районе и несколько раз в неделю приезжал в краевую столицу на поезде, чтобы сделать закладки. Этим и зарабатывал на жизнь. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по статье до 20 лет лишения свободы. Злоумышленника уже заключили под стражу, а правоохранители задержали еще троих жителей Барнаула, которые предположительно приобретали наркотики у славгородского дилера. В отношении покупателей полицейские также возбудили уголовные дела. Им грозит до трех лет тюрьмы. На этом у меня пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию Утреннего канала.